Нинецкий округ Я не ожидал, что так будет. Думал просто в семейном кругу, пообщаемся с родственниками. Но тут сестры у меня очень такие троюродные, работоспособные, деятельные. Подгласили и в школе были, и в садике были, и в спорткомплексе. Проводил там мастер-класс в новом ФОКе, в скультурно-оздоровительном комплексе. Проводил мастер-класс. После этого мы сыграли с местной командой волейбол. Проиграли им 3-0. Три партии сыграли, 3-0 проиграли. Денис Гусев вручил им кубок переходящий. Ну и как сказали, что будет этот турнир, будем проводить ежегодно и называться в честь меня. И хотят также назвать физкультурно-оздоровительный комплекс тоже моей фамилией, имени. Спросили мое разрешение, там, как вы смотрите. Я говорю, да, конечно, всегда. Какие эмоции вы испытываете по этому поводу? Нет, ну то, что назовут это как-то, может, я говорю, там как-то свои, близкие, которые там живут. Там же тоже и Калинин, вот, герой, можно сказать, который с Гастелло вместе подвиг совершили. Ну, ребятам захотелось раз в спортивный комплекс, давайте вот в честь нашего земляка. Ну, приятно, конечно, конечно, приятно, что даже их фамилию будут помнить. Ружниковых там очень много. Много нашел там еще родственников, которых не знал, и троюродных, братьев очень много. Но вы регулярно посещаете Ненинский округ. Как профессионал, как вы оцениваете спортивную обстановку? Не, ну для такого района, как Ненинский округ, это все вполне, ну, как сказать, вполне... На хорошем уровне? Да, на хорошем уровне, потому что район такой, на самом деле, заполярный, очень далеко, как говорится, от цивилизации. Ну, спортивный комплекс очень замечательный, чистенький, уютный, тепло. Вот что надо, самое главное, чтобы было тепло, чистенько, и достаточно садики, вот детские, школа. Все, можно сказать, не как в деревне, а уж как в городе. В городе, в городах, наверное, в некоторых намного хуже, намного глизней, а здесь чисто. Вот притензий никаких нет. На отличном уровне, вот так для такого, как говорится, для такой деревни, как вот Нижняя Пеша, вот спортивно-здоровительный комплекс отличный. Хотелось бы, ну, конечно, мало молодежи. Хотелось бы, может быть, поинтенсивнее, чтобы жизнь, комплекс большой, ФОК, народу маловато, мне так кажется, ходит. Как-то надо, наверное, начальнику или директору этого ФОКа, чтобы была более деятельная, привлекала, может, как-то родителей, чтобы помогали им, инструкторам тем же, проводить какие-то всякие мероприятия спортивные, грубо говоря, как папа, мама, я, спортивная семья. Или для пожилых какой-то возраст сделать, чтобы пожилые люди приходили, какие-то соревнования, ну, чтобы какая-то деятельность была, чтобы люди не чувствовали себя оторванными, как говорится, от большой земли. А были такие самодостаточные, что всегда знают, что спортивный зал там и теннис у них есть, ну, вот эти волейбольные, баскетбольные площадки. Ходят сейчас мешки, давайте мешки, боксерские, груши. Денис сказал, ну, посмотрим, как тут будет народ, если ходить будет. Я ему предложил, вы сначала шейте самодельные на уроках труда, чтобы как, детишкам захочется, может, не захочется. Вот на этом как бы и порешили. Ну, а как, каким образом можно привлекать молодежь к спорту? Ну, вот опять же тот же вопрос, чтобы руководство этого спортивного комплекса не просто, грубо говоря, открывало-закрывало зал, а было более деятельно. Я говорю, устраивайте любые мероприятия. Вот мы даже вот как приехали туда, там и там, и там побывали, съездили в Нижнюю Пешу, организовали вот этот микроавтобус, съездили в Нижнюю Пешу, в клуб. Собралось очень много народу, вот как сказали для такой деревни, там сколько-то, 23 человека было, это где-то очень много. В клуб пришли, все слушали, задавали вопросы. Потом мы все вместе сфотографировались. Потом произошло чаепитие. Поэтому вот как-то надо все деятельно, деятельно, чтобы было, заинтересовывать детишки сами, знаете, как, надо их привезти за ручку, вот, показать, не хочешь, заставим, как в армии. Ну да, да, проявлять больше инициативы. А так, не будет, например, ринкель, там мешки, груши, перчатки, все будет, а может и народ не идти, может, это никому не надо. Вот вам скажут, привезли то-то, а кто ходить будет, надо как-то заинтересовывать народ. Там ребята есть, кому этим заниматься, не обязательно такой узкопрофильный специалист, грубо говоря, как тренер по боксу именно. Нет, надо, чтобы один человек может и любые виды деятельности проводить. Баскетбол, волейбол, там, пробежки на лыжах. У ребят спрашивают, там борьба вроде, ребята борьбой занимаются. Такое, чтобы они были разносторонние все. Этому всему есть, как говорится, все располагает к этому. Вы часто общаетесь с окружными юными спортсменами. На каком уровне они занимаются? Ну, окружные, вот именно в Нене, в Налинмаре, ребята уже там, тут есть мастера спорта, они выезжают, выезжают на северо-запад, выиграют соревнования, вот много мастеров спорта. Где я в Петербурге занимаюсь, тоже с ребятами, ко мне тоже там приезжают, кто уже поступил, например, в учебные заведения Санкт-Петербурга. Они приходят, откуда, с Налинмара, очень приятно, у нас уже тесный контакт с ними, разговариваем, интересуемся там кое-какими вопросами. Поэтому у ребят есть, как говорится, здесь стимул тренироваться, тренироваться. Это не говорит, что надо сразу в большом городе тренироваться. Нет, можно тренироваться, здесь все к этому способствует заниматься, а потом уже тренеры смотрят, будут вывозить потихонечку на соревнования, в другие города, в другие регионы, чтобы они уже более-менее совершенствовали свое мастерство. То есть самое главное – желание. Конечно, очень главное – желание, да, желание и трудолюбие. Я думаю, у ниньского народа это присутствует в полной мере. Пример тому я. Расскажите немного о себе, как вы пришли в спорт и почему именно бокс выбрали? Я уже об этом много говорил, ну, будем повторяться, раз надо. Пришел в бокс 12 лет. Это было в Казахстане. Пришел. Ну, и до этого тоже несколькими видами спорта занимался. Ну, не знаю, видимо, в боксе у меня, может, какие-то задатки были, потому что трениров увидел во мне. Вот я говорю, опять же, постоянно ходил, не пропускал. Желание большое было. И, видимо, может быть, какие-то способности. Вот в других видах спорта, может, они не в каждом же спорте. Здесь, может, что-то у меня индивидуальное получалось. Я сам по своей структуре такой худенький. Многие говорят, у тебя ноги чисто боксерские, худенькие, как у оленя. И вот ходил, тренеру понравилось, он стал на меня обращать внимание. Больше стали с ним заниматься индивидуально. Ну, и вот так потихоньку, потихоньку ходил, ходил, ходил. Сначала это было как игра, когда еще был маленький. Потом уже, когда тренировки стали уже такие насыщенные, плотные, в день не одна тренировка, а уже две тренировки, это уже как превращается в работу. Ну, или в учебу, или в работу. Как хоть уходишь в школу, как обязательно, так и здесь. Потом я выиграл в 82-м году первенство юношей по... Первенство юношей в Кишиневе, в Молдавии. И меня взяли в сборную команду Советского Союза среди молодежи. Потом у меня два... даже не два-три года, да. Года два, наверное, были такие, когда я все проигрывал. Видимо, сначала подъем, потом спад. В 84-й, в 85-й год я, в 83-й, все проигрывал. В бой два выиграю, проиграю. И вот у меня пик такой был в 86-м году. В конце 85-го я выиграл Кубок Советского Союза. Потом в 86-м стал, занял третье место на чемпионате СССР. И меня зачислили в сборную команду уже основную Советского Союза во взрослую. И вот самые такие крупные соревнования международные для меня были это игры доброй воли. И на них я занял первое место, где выиграл во втором бою нашего легендаря... Ну, не нашего. Уже нашего. Да, 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 уже нашего всеми любимого, уважаемого Роя Джонса. Тогда он, конечно, еще молодой был, 17 лет. И вот это был такой мой старт на таких крупных международных соревнований. Потом была еще спартакиада народов СССР в этом же году в конце. Я ее тоже выиграл. И уже полностью или плотно закрепился в сборной команде СССР. Также в остальные годы я также занимал на чемпионатах СССР призовые места. Выезжал на международные турниры в составе сборной команды СССР. И вот снова настал пик такой в 89-м году, когда я выиграл в январе чемпионат СССР, потом чемпионат Европы и в конце чемпионат мира в Москве. Вот это, да, был пик. И я решил любительскую карьеру завершить. Заключил контракт с профессионалами из Америки. И улетел с небольшой командой в Нью-Йорк. Это был важный опыт для вас? Это, можно сказать, уже, наверное, не то, что опыт. Это уже, наверное, была заключительная такая стадия всего моего, как говорится, боксерской карьеры, моей боксерской карьеры. Наверное, как бы сейчас, если так подводить итог. Потому что, может быть, я и рано, я в 25 закончил с боксом, сейчас люди многие до 30, до 40 боксируют. Ну, не знаю, как это может. Уже у меня, может, и здоровья не было, может, чего-то еще, может, уже желание, может, наелся. Это индивидуальный вид спорта. Кто-то рано заканчивает, кто-то так же и начинает. Мы в 12 лет начинали, кто-то в 16-15 начал, у него тоже пошли результаты. Поэтому вот я рано закончил и вот уехал. Провел там три боя по профессионалам и уехал оттуда. На этом все, моя карьера боксерская, как боксера, завершилась, как спортсмена. Ну, такая насыщенная жизнь у вас была в тот период. В тот период, да. Тяжело это? Как это ощущается? Да как, интересно, наверное. А может, тяжело я не исключаю, что, конечно, тяжело. Но интересно, ты всегда чем-то занят, у тебя других мыслей никаких не появляется чем-то. Просто, когда ты занят, и занят любимым делом, это очень хорошо, отлично даже. Какого стиля ведения боя вы придерживались? Стиль ведения. Я больше, как говорится, у нас вот есть игровик, нокаутер, темповик. Я вот игровик. Я более такой техничный, умный бокс предпочитаю, чтобы поменьше по голове получать. И думаю, добился этого. То есть есть у вас своя такая тактика? Да, да, есть. На ножках вот больше двигаюсь, передвигаюсь, стараюсь противника сначала обмануть ложными какими-то движениями, потом наносить удары, атаковать, контратаковать, проваливать их, обманывать. В общем, вот такая у меня тактика. Игорь Иванович, вы сейчас и сам тренируете мальчишек, насколько я знаю. Чувствуется ли влияние вашего тренера? Может быть, какие-то приемы сейчас вы используете в своей работе? Ну, наверное, со стороны-то это может не видно, и, как говорится, наверное, тренируют так, как я сам тренировался. Хотя мы же все в сборной команде одинаково тренировались, просто каждый по своей индивидуальности. У него и манера была другая, и тактика. Поэтому, в общем-то, все одно было. Но тут тоже они смотрят, вернее, на детишек, как они маленькие, худенькие, пухленькие, там, не пухленькие. И поэтому вот в индивидуальных моментах даешь им определенные приемы, чтобы, ну, не обязательно, чтобы они ими владели все, а вот именно вот такой, вот этот пеленек, тебе это надо, тебе это надо. Общая разминочка, школа бокса, это все одно. А вот когда они уже немножко начинают подрастать, да, ты с одним так работаешь, с другим так, на лапках. Индивидуальный подход к каждому. Потому что на нашем опыте тоже было нас всех кучу. При одном там тренере у нас всех кучу, и мы все одно и то же должны делали, а у каждого организма свой, индивидуальные, как говорится, мышления там, или движения. Да наша даже взять, фигура наша не позволяла. Кому-то, может, надо было меньше бегать, кому-то больше. И вот такие моменты всякие разные. Не будем уж туда углубляться. Игорь Иванович, нам поступили вопросы от телезрителей. Вот, например, во сколько лет лучше отдавать в бокс ребенка? Какие качества развивает бокс? Ну, раньше отдавали в бокс, как это было, в 12 лет. Сейчас стали рекомендуют в 10 лет. Не знаю, через сколько-то лет, может, дадут и 8 лет, 5. Я так думаю, тоже все индивидуально. Если ребенок, например, такой физически крепкий, способный, может, его и 8 можно. Тоже детишки. Ну, не обязательно сразу боксу. У многих понимание, что это... И раз ты пришел на бокс, значит, я сразу начну по голове бить. Там, в парах поставить. Поэтому многие родители боятся отдавать своих детей в бокс. Да, они думают, что сразу дадут. Мне звонят, говорят, только его, вы это не вставьте в спарринг там. Это какой спарринг? Его еще надо научить. Хотя бы отжиматься. Может, их в школе сейчас ничему не учат. Отжиматься, подтягиваться, бегать, прыгать. Кувырочки многие детишки не знают. Мячики никто не видел. Поэтому я говорю, так тут еще, да, чтобы встать в спарринг поставить, тут еще много времени пройдет. Так что не бойтесь. Приходите. Там физическое развитие, чтобы ребенок получил. А потом его уже начинать ставить в пары с другими ребятами. Поэтому в боксе-то не столько травмоопасны. Даже ребята уже взрослые, они стоят в парах. Они же не бьют их. Это же не соревнования. Они не бьют со всей силы друг к другу. Почему? Сегодня ты его удалишь, завтра тебе в парах не с кем будут стоять. Зачем с его спарринг-партнера калечить? Все обоюдно. Но ведь этот вид спорта, это не только физическое воспитание, но и моральное. Вот какие качества развивает этот вид спорта? Ну, да любой вид спорта такой психологический. И моральный, ну, защитить того же слабого, да? Когда ты, например, у тебя меньше, мне кажется, становится агрессии. И когда на тренировках это все выкладываешься, ты уже идешь, чтобы тебя никто мимо, по улице идешь, обходишь такие злачные места, чтобы тебе... Потому что где-то вдруг придется, ударишь, сломаешь ручку или пальчик, или еще что-то. А у тебя соревнования, тренировки. И поэтому ты уже не начинаешь думать головой. Ты уже обходишь все такое. Чтобы у тебя есть где эту агрессию, как говорится, выплескивать на ринге, в спортзале. А поэтому в такой обычной жизни на нас иногда смотрят, ты что, боксер, что ли? Ну, как бы, да, не похож, или худой, или ручки вот у меня маленькие, например. Поэтому здесь в боксе нет такого именно, сказать, вот ты боксер, чтобы какая-то категория людей там по своей внешности была похожа. Нет. Всякие худенькие, пухленькие, толстенькие, большие, высокие, всякие. То есть любой может прийти в этот спортзал. Да, сейчас уже девочки стали заниматься уже в олимпийский вид спорта. Поэтому такие качества, как и везде, в любом виде спорта, наверное, да, характер, усердие, трудолюбие, дисциплина, вот самодисциплина, вот это самое главное, что ты должен этим заниматься, ты должен делать, тренироваться. Сейчас, если не ты, то никто, никакой тренер тебя не научит, если ты сам не захочешь. Ну, вот именно на вас, на ваш характер как повлияла карьера боксера? На мой характер, может, это кого-то надо близких спросить, я же не могу знать, какой. Мне-то кажется, что я очень шикарный человек. Без всяких плохих там, как говорится, качеств, мне-то кажется. Ну, я спокойный очень. Мы здесь все, наверное, кто родился в этом крае, все, наверное, такие спокойные, медрительные. То есть развивается сдержанность, да? Да, конечно. Еще к вопросам вернемся, телезрителей. Считаете ли лично вы, что бокс – это вид спорта, подходящий для женщин как раз? Ну, лично я, моего личного, мне, конечно, нет. Зачем? Мы же привыкли к женщине видеть красоту, нежность, чтобы она отдавала свою любовь. Мы к ней как-то относились по-женски. А когда, если женщину ты на ринге видишь, ну, это мое личное мнение, но если весь мир уже, как говорится, принял женский бокс в олимпийский вид спорта, как, то куда деваться? Оно есть и есть. Нет, нет. Ну, и с одной стороны, это дело каждого. Может, я говорю, мотель архат, может, скоро наступит. Времена меняются? Да, он уже наступает, уже женщины такие доминирующие позиции занимают. Приходилось ли применять свои боксерские навыки не на ринге, а в жизни, спрашиваете ли, зрители? А нет, я вот уже, как вам сказал, уже агрессии никакой нету, стараешься договориться. Может, оно и где-то, конечно, наверное, приходилось. Естественно, в армии особенно, вот когда меня взяли. Там без этого как. А так уже, если честно, даже вот я не помню. Потому что не надо себе искать приключения, как говорится. Кто-то на тебя плохо посмотрел, кто-то что-то сказал. Если я сейчас буду на это все реагировать, так так можно каждый день драться, и не только мне, а любому человеку. Зачем? Кто-то что-то сказал тебе, даже не слушая, не прошел мимо. Надо другими делами-то заниматься. А если на всю эту мелочь так обращать внимание, тут, я говорю, каждый день можно ходить и самому еще искать. Нет. Ценности другие. Да, конечно, пытаешься мирно разойтись, и все. А с какими детьми сейчас вы работаете? Какого возраста? Ну, детишки тоже где-то с 10-ти, с 9-ти лет, с 10-ти. И так же со взрослыми ребятами, коммерческие группы. И уезжаем, нет-нет на соревнования, когда так же в бюджете есть деньги. Так, когда нету, иногда за счет своих денег, родительских денег. Вы стараетесь выезжать на соревнования? Да, проводим соревнования. Сейчас мы стали проводить такие всероссийские соревнования. Уже не сейчас, вернее, лет 15 назад мы начали проводить «Невские звезды», турнир всероссийский. Отовсюду к нам приезжают. Сталинмары ребята приезжают, принимали участие, первые места занимали, призовые. Молодцы, всегда вот приезжают. Потом и турнир Валуева, где-то уже 6-й, наверное, 6-й год проводим. Турнир, кубок Николая Валуева. Тоже такой же, они одинаковые примерно по регламенту. Среди детишек тоже народ приезжает. Коля, молодец, всегда на всех соревнованиях появляется, конечно, в начале и в конце. Открывает соревнования и закрывает. Детишки, которые заняли призовые места, всегда наградит, пожмет руку, оденет медаль. Никогда не отказывается от автографов. Хотя человек занятой, но уделяет этому очень. Вы считаете это важно? Молодым ребятам, спортсменам, встречаться? Конечно, это Николай Валуев для молодого поколения, как кумир. Но даже вас как встречают в Нинецком округе? Да, конечно, приятно. Обязательные детишки должны на таких турнирах всегда присутствовать. Для них может не столько турнир, как Коля Валуев. Он так неординарный у него внешность. Поэтому детишкам даже с родителями приходят посмотреть на него. Тоже это сфотографироваться. Николай никогда никому не отказывает. В этом плане молодец такой. Игорь Иванович, а у вас были кумиры в боксе в вашем детстве? Кумиры, как-то они называли кумиры. Может, на кого-то похожим быть хотелось. Так, чтобы кумир, как-то слово-то. Идол, да, или кумир. Но кого-то вы для себя выделяли? Да, вот был такой боксер из Америки, там, Мохаммед Али. Мне вот нравилось его передвижение. Он весил 100 килограмм, чемпион мира. Касси Ускле. Он всегда, я всегда поражался, такой большой. А двигается 15 раундов. Это сколько там, 36 минут по рингу. Это тоже очень, как он тренировался. Поэтому так всегда смотрел. Может, это не сказать, что я так прямо хотел подражать ему. Просто где-то в голове, наверное, отложилось эти моменты. И мне тоже хотелось, наверное, на ногах. Тем более я же в своей структуре не очень такой, чтобы драться, идти, обмануть. Наказать противника. Умная тактика. Да, да. Отчего с моим телосложением идти? Тем более ребята, наверное, вот с Кавказа, они все такие крепенькие. Поэтому надо лучше с ними обмануться. Но так даже, наверное, интереснее вести бой. Ну, конечно же. Рубку устраиваешь. Не только руки, а еще и голова работает. Да, да. Рубку устраиваешь зачем? Потом голова вот такая уходишь. Так-то уходишь после боя. Тоже вроде грамотно двигаешься, но все равно удары пропускаешь. Когда в такой мясорубке, это недолговечная будет, как говорится, жизнь боксерская. То есть можно выйти с меньшими потерями? Да, конечно. Если грамотно. Да, да, да. А сейчас вы живете в Санкт-Петербурге? Да, в Санкт-Петербурге. И вот вопрос от зрителей. Один-два мастер-классов даже с чемпионом, этого, конечно, мало. Не планируете ли вы когда-нибудь приехать на более долгий срок в Нинский округ, чтобы позаниматься с местными боксерами, подтянуть наш уровень? Не, всегда за, всегда, когда, если особенно будет время. Вот сейчас-то, тем более сентябрь, приехали не очень удачное время. Как говорится, набор идет, как говорится, и в школах, так и у нас в секциях набор. А я вот сейчас здесь прохлаждаюсь. Мастер-классы даю, конечно, малые. Хорошо, приятно. Но тоже надо быть уже и там. Хотелось бы, конечно, и на более долгий срок переехать. И вот еще один вопрос. Считаете ли вы, что условия для занятий спортом, созданные сейчас в поселках и на Ринмаре, действительно могут дать возможность ребенку пробиться в большой спорт, не уезжая за пределы округа? В начале, да. Хотя условия, вот сейчас мы в зале были, здесь на Ринмаре, очень хороший боксерский зал, там и борцовский ковер я видел. Условия идеальные. Тренера здесь у вас тоже квалифицированы. Все к этому располагает, чтобы не обязательно сразу куда-то выезжать. Надо сначала подготовиться, а уже тренеры сами знают, не всю же команду они будут возить, а уже будут постепенно кого-то по одному, по два человека вывозить на более крупные Саймане, где-то другие регионы, на тот же Северо-Запад. Многие у вас такие залы есть в других городах. Мы смотрим, зайдешь, там самодельные груши, бомбоубежных, чемпионы мира, как говорится, вырастают, олимпийские чемпионы, Димитровограде, тоже чемпион мира вырос. В бомбоубежище, как боксер. Это кислороду не хватает. Кто-то в подвалах, а здесь такие залы, шикарные залы. Поэтому не все в зале зависит, все же от желания. Можно и на улице тренироваться. Было бы просто желание. Ну и, наверное, выезжать на соревнования нужно, да? Ну, это естественно, это естественно. Ну, это не сразу, я опять говорю, чтобы какое-то мастерство уже, чтобы ребята не просто в качестве мешков ездили на соревнования, чтобы их там для битья, а так, чтобы, наоборот, завоевывать, завоевывать, как говорится, медали, грамоты и приобретать какой-то опыт. Не повезет же сразу. Человек пришел в зал сразу на соревнования. У него нет, надо там несколько лет, потом же потихоньку-потихоньку возить. Ну, наверное, еще очень важно, как тренер, да, относится к ребятам? Нет, ну, тренеры нормальные. Вот мы уже сколько с ними встречались и в официальных обстановках, и в неофициальных, на тренировках где-то, чайпетки. Нормальные ребята, я их тоже всех знаю, с Казахстана, с Белоруссии ребята. Отличные ребята. Так что не столько всего тренера. Многие думают, тренер там уходит одного к другому. Ты сам должен. Тренер просто тебя наставляет, направляет на, как говорится, на истинный путь, как надо, что делать. А ты сам уже должен тренироваться. Тренер же за него не будет тренироваться, и на один к ним будет выходить. Поэтому все это от ребеночка зависит. Игорь Иванович, я желаю вам успеха в вашей тренерской деятельности. Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Всего доброго. Спасибо. Я напомню, в Нинецкий округ приехал боксер Игорь Ружников, чемпион мира и Европы, победитель игр доброй воли. И сегодня он был у нас в программе «Актуальное интервью». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова